Всем привет, интернет! Помните, недавно показывал свою новую аккумуляторную отвертку, которую купил на Алиэкспресс, делал ее обзор, тестирование, в обзоре брякнул, что хочу купить переходники с 1,4 дюйма на вот такие вот биты 4 мм. У меня есть такой наборчик, уже не первый год ему, и не второй, и не третий от Сяоми Виха, в котором классные живучие биты, и в общем-то хотел как-то приспособить к мощной отвертке мощные биты, а потом, черт побери, я люблю Алиэкспресс, потом на распродажу увидел и урвал себе биты за 41, народ, за 41 рубль. Вот они приехали, и сейчас мы их так заражим, заражим, посмотрим и откроем. В общем-то отверточка мне нужна в основном для бытовухи и в основном для ножей. Увлекаясь ножами, есть у меня ножевой канал, ссылка на него будет в описании, если что, смотрите, проходите. И в общем-то для разборки которых мне и нужны в основном биты, живучие биты, потому что не на каждом ноже можно спокойно открутить винты. Ну в общем-то вот такой вот, друзья, набор бит. 33 биты с магнитным держателем за 43 рубля. Я люблю тебя, Алиэкспресс! Хотя он, наверное, где-то там, в той стороне, а не наверху. Значит, биты это в основном так мне нужны торксы, причем торксы, смотрите, не простые, они с отверстием посередине для таких хитрых винтов. Есть, по-моему, на Лизерманах, если касательно мультитулов. И еще мы как-то товарищу разбирали, по-моему, Сонька PlayStation была, там тоже были такие со штырьками в середине. В общем-то, торксы и точно такие же шестигранники. Ну, как обычно у китайцев, хром-ванадиевая сталь, неизвестная по содержанию, хром-ванадиевая маркировка и размер указан биты. Интересно, 8 хром-13 молинден-ванади или 9 хром-14? Это такая нажиманская шутка была. Как видите, большое количество торксов, шестигранников, филипсы и вот такие вот, ну, типа, как бы плоские отвертки с прорезью, да, вот такие. И, в общем-то, вот такой удлинитель. Ну, удлинитель должен подходить к отвертке без проблем, да, без каких-либо проблем. А сам вот этот удлинитель, битодержатель, о, он мало того, что магнитный, еще такой приличный у него магнитик. Ну, и, в общем-то, все. 43 рубля. Ну, окей, давайте попробуем. У меня тут как раз ножик валяется. Я не смог его открутить своими вот этими вот крутыми сяомишными битами, своим набором. Вот не смог. Я знаю, что нужно было делать. Надо было греть. Я грел, грел паяльником, грел газовым паяльником. Чем я только не грел, открутить я не смог. Опа! Причем, смотрите, самый маленький торц это Т8. Он как раз-таки подходит под осевые винты. Отчета я в описании не посмотрел, а Т6 нет. Дальше у нас что идет? Да, Т10. А нам бы еще Т6 для того, чтобы откручивать винты на рукояти. Придется все-таки брать переходник. Ну, окей, сейчас попробуем. Да, тут с этим ножом не все так просто. Заодно проверим. Заодно проверим и усилие отвертки. 10 ньютон на метр должно быть. И заодно проверим как раз-таки 10 торц, насколько он хорош. Так. О! Черт нажал. Ну, как бы я вот так вот, ребятушки, вам скажу. Отвертка у меня справляется. А вот... Ну, как бы да. Но для 43... Для 43 рублей... Вполне себе... Не-а. Не идет. Не. Да. Ну, и вот так вот, смотрите, когда что-то такое, что-то такое мощное, вот так получается. О! У нас тут, кстати, не только Philips, у нас тут вот такие вот. Я на Bosch такие встречал. Хитрые трехгранники есть. Ну, давайте попробуем Philips. Но с Philips'ом ничего не будет. Че уж тут. Взыкнем. Туда и обратно. И можем даже вот так руками, чтобы пару раз сорвалось. По винту. Ну, вот так себя чувствуют друзья Philips. Ну, че вам сказать, друзья? У меня есть один друг, который бы сказал классный бит. Он считает, пусть лучше заминается бита, чем срывается винт. Ну, я скажу. Ну, за 43 рубля. Че, нормальные китайские биты? Он, конечно, похуже, чем виха от Xiaomi или Xiaomi от Вихи. Так, видимо, похуже. Но 43 рубля. За 43 рубля. Во! На этом у меня все. Всем удачи, удачных покупок. Всем пока. До новых встреч.